Координационный совет по здравоохранению подвел итоги программы лечения пренестровцев за пределами республики. За прошлый год помощь за счет бюджета получили 577 человек. За 9 месяцев этого года почти 400. Также на совещании определились с планами на будущее. Государство постоянно расширяет перечень категорий граждан, которые получают лечение за пределами государства за счет бюджета. Сейчас в списке 11 категорий. По предложению президента в обновленный перечень добавили тех, кто нуждается в протезировании тазобедренного сустава. В 2020 оплатили операцию для 11 человек. В этом году помощь получили 25 пациентов. По поручению Вадима Красносельского принято решение увеличить средства для этой категории больных на следующий год. Поставлена задача помочь всем, кто нуждается в замене суставов в ближайшие 2-3 года, отметили на совещании. Кроме того, операции по замене суставов скоро начнут делать и у нас, в Приднестрове. Планируется открытие отделения смешанной травмы, где будет проводиться эндопротезирование тазобедренных суставов нашим гражданам силами наших врачей. На сегодняшний день отделение практически полностью готово к реализации нашего плана. Первоначально мы начнем с объемов 50-80 пациентов. В 2022 году потом мы это количество сможем увеличить до 150 оперативных вмешательств в год. Право на помощь за счет государства теперь имеют и люди, нуждающиеся в замене кардиостимулятора. За полгода эту процедуру прошли 9 пациентов. На заседании говорили о начале работы программы направления детей-инвалидов на консультации лечения к узким специалистам частных клиник. В этом году на эти цели из бюджета выделено 2,5 миллиона рублей. Всего в этом году на реализацию всех программ государство уже выделило 21 миллион рублей. В следующем году государство оплатит лечение за пределами республики для 600 человек. В списке те, кто не может получить помощь на месте. Приоритеты – онкология и сердечно-сосудистые заболевания. Общая сумма затрат на лечение и обследование за рубежом должна составить порядка 60 миллионов рублей.